Коллеги, для тех, кто выжил, я постараюсь показывать картинки и как-то не очень обременять вас точно, совершенно разговорами про цифру. Я думаю, что еще одного вечера с разговором про цифровую трансформацию слушатели не выдержат. Сегодня разговор будет совсем про другое и, пожалуй, про то, что пока на этой длинной образовательно-интенсивной программе и не очень говорилось. Про бедных, про неудачников, про тех, кому трудно и кому мы не помогаем. Для начала давайте разогреемся. У меня вопрос к аудитории, вот он тут есть на слайде. Пожалуйста, поднимите руки, ну поскольку я предполагаю, что все присутствующие здесь имеют высшее образование, это вроде бы допустимое предположение, то поднимите, пожалуйста, руки, кто имеет высшее образование в первом поколении. То есть, спасибо, да. В первом. То есть у вас родители не имеют высшего образования. Кто имеет высшее образование во втором поколении, то есть ваши бабушки и дедушки не имеют высшее образование. Отлично. Кто имеет высшее образование в третьем поколении, остальные. Прекрасно. Вот это, как это, аристократия интеллектуальная. Я начну даже не с названия презентации, а с двух историй, которые потом, к которым мы будем обращаться дальше. И обе эти истории для меня бьются с известными фразами из русской литературы. Вот первая история совсем недавняя. Здесь вы видите фотографию одного сибирского моногородка, где мои коллеги, социологи проводили исследование того, как молодые люди выбирают СПО в качестве образовательной траектории. И вот здесь этот городок и наш скалтех, в котором мы сейчас находимся, потому что, не в первую очередь, но среди тех, с кем социологи мои коллеги беседовали, были молодые люди, мальчики, девочки, которые хорошо учились в школе. И обычно дети с такими оценками идут в 10 класс, а они пошли в СПО. И в том числе был один мальчик, победитель местной физической олимпиады, который пошел на какую-то горную специальность в этот колледж. Когда его спросили, хотел ли ты идти в колледж, он сказал, нет, я не хотел идти в колледж, я хотел идти в 10 класс. А почему ты пошел в колледж? Потому что папа погиб 2 года назад, осталась в семье, вот кроме него еще один ребенок, мама болеет, и мама сказала, что я тебя не протяну в 10 класс, а так ты пойдешь в колледж, там есть даже какая-то стипендия, быстрее получишь профессию и будешь семье помогать. Я, когда вспомнил эту историю, услышал эту историю, я вспомнил вот про фразу из знаменитой трилогии Максима Горького. Помните, как мой дедушка сказал, ну, Алексей, ты не медаль, на шее у меня не место тебе, а иди-ка ты в люди. И мальчик пошел в люди, а мог бы оказаться на другой стороне этой картинки. Есть еще другая история, которая тоже для меня как бы маркирует проблематику сегодняшнего разговора. Здесь я взял в качестве литературного произведения известный рассказ Валентина Распутина о уроке французского, хочу напомнить. Там мальчик очень был способный, деревенская семья, мать одна воспитывает, он не доедает, и учительница французского играет с ним на деньги, чтобы он выигрывал у нее деньги и на эти деньги питался. И вот Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок по-французски, по замечаниям выслушивала еще раз, и мы немежкой переходили к игре. Я хочу напомнить, что рассказ заканчивается тем, что ее уволили за это. Но это реальная история из жизни Валентина Распутина, это с ним было. А вот эти фотографии из похожей семьи, потому что вот эта женщина из небольшой украинской деревни, у нее четыре класса образования, муж у нее пропал без вести, поскольку он был военный, и это было на Украине, и в первые же буквально недели после войны, когда никто не выживал из этих частей, он пропал без вести, поэтому она воспитывала двух детей, не получая за него пенсии, работая на ферме учетчицы. И у нее был сын, который очень хорошо учился, но тем не менее, когда он старший сын, когда он заканчивал восьмой класс, то мама ему сказала, чтобы он шел либо в Суворовское училище, как пошли многие его друзья, либо шел работать. И учительница литературы пришла к ней домой и очень долго ее уговаривала, чтобы мальчик пошел в десятый класс и даже принесла какую-то одежду, чтобы он мог ходить. И так он пошел в десятый класс, а потом поступил в университет. Это так мне повезло, потому что это моя бабушка и мой отец. И вот эти две истории, они для меня очень много говорят про то, что было, и то, что есть, и то, что может быть в плане образовательных траекторий, в плане того, что образование – это есть действительно лифт. Вот когда мы говорим про лифт, то мы не спрашиваем часто себя, а кто же на этом лифте у нас поехал. Так вот, задавая вопрос, понятно, что здесь игра слов, бедность не порог, мы отвечаем – сейчас порог. И мы в нашей системе высшего образования и внутри университетов сегодня поддерживаем неравенство. И поэтому такое, может быть, вызывающее и не очень приятное выражение – несправедливые университеты. Но у меня есть основания, есть исследования, которые подтверждают вот эту характеристику наших университетов и нашей университетской системы. Фактически, мы когда говорим, дорогие коллеги, про первую, вторую и третью миссию университета, вот я недавно специально смотрел, готовясь к этой лекции, что имеется в виду в российских университетах под социальной миссией университета? Под социальной миссией вот вклад в экономическое развитие региона, инновации, культурное, может быть, развитие. Ни в одном месте, ни в одном месте вы не найдете вот этого простого суждения о том, что главная социальная миссия университетов – это поддержка социальной мобильности. Это помощь тем, кто хочет вырваться из ловушки бедности, кто хочет, чтобы его судьба не определялась судьбой его родителей. И сегодня, на самом деле, у меня нет ответов на целый ряд вопросов, и я хотел бы поговорить про то, как и наши университеты могут перейти вот от такой очень абстрактной массово ориентированной социальной миссии к миссии более гуманистической, что ли, рассчитанной действительно на успех конкретных людей. Вы меня можете в любой момент перебивать, я рассчитываю, что минут через 30-35 я завершу основной кусок, но можете меня перебивать, а потом поговорим. В принципе, истории, о которых я рассказал, они повторяются. Мы запустили 8 лет назад первое в России постсоветской исследование траектории в образовании и профессии. Мы взяли репрезентативную национальную выборку 5000, тогда они еще были восьмиклассники, у нас есть про них очень много разных данных. Мы смотрим и сравниваем с другими опросами, и мы видим, вот они результаты. Более 80% детей родителей с высшим образованием после школы поступают в вузы. Если дети заканчивают школу, их родители не имеют высшего образования, смотри мой вопрос про студентов в первом поколении, то таких только 30%, то есть больше, чем в два раза меньше. Если у вас родители, если у ребенка родители оба имеют высшее образование, то вероятность того, что он пойдет учиться не в 10 класс, а в колледж, примерно 1,20. А если у родителей нет высшего образования, то вероятность, что ребенок пойдет в колледж, а не в университет, 1,2. И это то, что происходит сегодня, и таким образом у нас возникают фактически социальные тупики, а не социальная мобильность. Вот еще несколько доказательств этого же факта, чтобы вы видели результаты наших исследований, мы очень любим цифры. Например, если мы посмотрим на слайд справа, если учителя с высокой успеваемостью, заканчивая 9 класс с высокой успеваемостью, то если у родителей высокий уровень образования, то только 14% детей с высокой успеваемостью идет в СПО. Если другая картина, то 40%. Вы можете заметить, что данные разнятся, это данные не по лонгитюду, а по другому обследованию. Но в любом случае они довольно существенно, как мы видим, отличаются. Еще раз хочу подчеркнуть. Речь не идет о том, что это дети с разной успеваемостью, это дети с одинаковыми оценками, но траектории их складываются по-разному. Потом обсудим, почему так получается. Такую же ситуацию мы видим после 11 класса, причем она более сложна, потому что, когда речь идет о... Это те, кто поступает в ВУЗы. Это не те, кто не поступает в ВУЗы после 11 класса. Но мы знаем, и мы потом еще про это немножко поговорим, что ВУЗы у нас очень разные. У нас есть высокоселективные ВУЗы, там со средним баллом ЕГЭ. Я тут недавно узнал, что на некоторые специальности высшей школы экономики, чтобы поступить на бюджет, надо иметь в среднем 97 баллов. Я даже себе таких детей представить не могу. Но вот такие у нас есть высокоселективные ВУЗы, не только наш, естественно. И вот мы видим, что ребята получают по ЕГЭ одинаковые оценки. Одинаковые. Те же самые 97. Но, предположим, но если у родителей нет высшего образования, это мы, когда оба родителя не имеют высшего образования, то порядка 40% идет в эти селективные ВУЗы. Причем, еще раз повторяю, им никто не мешает туда поступить. У них есть возможность, но они ей не пользуются. А 60%, если у обоих родителей есть высшее образование, ну и, наконец, поразительная история, это учащаяся с низкой успеваемостью. Когда, если у обоих родителей нет этого самого высшего образования, только 3% идет в селективные ВУЗы, видимо, вне бюджет, а порядка 20%, если у обоих родителей есть высшее образование. Таким образом, мы видим, что вот эти развилки, про которые еще Максим Горький писал, реально продолжают работать в российском обществе. При этом, давайте это просмотрим, вот есть такая презентация будет вам доступна, это такая более сложная картинка, она вот про все эти переходы. Здесь мы видим, вот эти головы, это как дети учатся, 3, 4 и 5. То же самое. Мы видим, например, вот если на кружочек посмотреть, то уровень образования родителей, учащихся, продолживших обучение в ВУЗах после СПО. Вот это важная история. Нам многие говорят, а вот СПО является таким исправлением вот этого неудачного выбора после 9 класса. Он пошел в СПО, пусть он из бедной семьи пошел в СПО, но потом пойдет в ВУЗ. Но мы видим, что и в этом случае, если у родителей есть только среднее образование, тут написано начальное образование, речь идет просто о школьном образовании, нет даже среднего специального, то только 15% их детей идут в ВУЗы, а если высшее образование, то 44%. Это, еще раз повторяю, просто подтверждает то, что на точках ветвления у нас возникают фактические тупики для детей из менее образованных и менее обеспеченных семей. При этом, я до этого говорил о детях с одинаковыми результатами, но мы видим, что на самом деле детям из бедных семей гораздо труднее получить эти высокие результаты. Вот первый квартиль, доходный, это красный график, это результаты детей с низким социально-экономическим статусом. И мы видим, а зелененький, это четвертый квартиль, это верхняя доходная четверть. И мы видим, насколько у них значимо различаются, например, результаты по исследованию ПИЗа. Это данные 2015 года. Мы их, понятно, уважаемые коллеги, что можно спорить с характеристиками, связанными, например, с доходностью. Нам не очень удается эти данные получать сейчас, но более-менее надежным таким прокси-показателем являются данные о высшем образовании родителей, и они примерно такие же. То есть, фактически, мало того, что это ветвление отсеивает детей с низким социальным или культурным капиталом, но и в ходе школьного образования это тоже происходит, в ходе самого школьного образования. У них хуже навыки в решении проблем, и ниже финансовая грамотность у детей из бедных семей, по сравнению с детьми из высокообеспеченных семей. Я пропущу кое-что. Ну и надо сказать, что в целом нас не может не беспокоить, что, по мнению, как следует из некоторых опросов населения, мы этим данным не вполне доверяем, но все-таки не можем на них не обращать внимания совсем. Даже субъективно восприятие доступности состоит в том, что образование стало менее доступным. При этом, я должен сказать, что у нас не самая плохая ситуация. Вот это важно отметить. Вот здесь мы сравниваем, грубо говоря, вот тут важная история, это синенькие столбики. Во сколько раз вероятность получить высшее образование выше, если у обоих родителей есть высшее образование, по сравнению с людьми, чьи родители получили только среднее образование. Мы видим, что в России это примерно 2,6, в то время, когда в таких странах, как Штаты, или Польша, или Италия, Польша или Италия, это очень сильные показатели плохие, это выше почти 10 раз вероятность ниже для детей, если у родителей нет высшего образования. Но я бы обратил внимание, что есть страны, где ситуация лучше, чем у нас. И у нас она была значительно лучше некоторое время назад. При этом, еще раз повторяю, речь идет о всяком высшем образовании, а не о селективном. Поэтому вопрос, который мы обсуждаем, он очень, пожалуй, это центральный вопрос образовательной политики. Вот нет более активно обсуждаемого во всем мире вопроса в образовательной политике, чем вопрос о том, как образование может влиять на социальную мобильность в обществе. И очень мало стран, в которых этот вопрос практически не обсуждается. И, к сожалению, мы одна из них. Может быть, это, кстати, тут интересный момент. Может быть, тут нет никакой проблемы. Ну, подумаешь. Особенно, вот тут я вижу несколько руководителей университетов. Они на университетах думают, вот только мне этих забот не хватало. Дай Бог мне выучить тех, кто пришел. Это, конечно, жалко вот этих детишек, что у них шансов меньше. Ну, с другой стороны, кто-то же должен работать руками. Не все должны получать высшее образование. Но еще в 66-м году в стране, где неравенство в образовании достигло невероятных размеров, в Соединенных Штатах Америки выдающийся социолог Джеймс Колман выпустил доклад «Равенство образовательных возможностей». Кстати, он там приводил Советский Союз в качестве позитивного примера. И он утверждал, что неравенство образовательных возможностей – основа сохраняющегося социального неравенства и бедности. А Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц в 2012 году очень определенно утверждает, что все социальные, политические, экономические проблемы и их трагические последствия коренятся в неравенстве. Поэтому, безусловно, у неравенства, у бедности есть моральный, гуманистический, ну, человеческий аспект. Но если он нас не очень волнует, то я бы обратил внимание на политический и рациональный аспект проблемы. Политический очень простой. Государство, особенно современное государство, в котором все-таки есть массовые выборы, не может быть легитимным, если оно оставляет значительную часть своего населения за чертой бедности. И не случайно, кстати, одна из национальных целей последнего майского указа, она ровно такая, это в два раза уменьшить бедность в стране. И в этом смысле государственные политические режимы вынуждены на это реагировать. Рациональный аспект проблемы состоит в том, что доказано, что высокий уровень неравенства приводит к политической нестабильности, снижает энергетику, инновационность общества, фактически создает элиты с рентным типом поведения. Поэтому само, если поверить Колману, а есть масса уже за прошедшие 50 лет исследований, которые показывают, что он прав, что образование является в значительной степени потенциальным инструментом преодоления неравенства. Хотя, кстати, вот в работе Пикетти, капитал в 21 веке, или в 21 веке, Пикетти утверждает, что образование не может привести к перераспределению, к ослаблению имущественного неравенства. Но, тем не менее, опыт целого ряда стран показывает, что оно может приводить, по крайней мере, увеличивать шансы социальной мобильности и все-таки снижать бедность. Поэтому здесь продолжаются дискуссии, но нам представляется, что более-менее очевидно, что сохранение высокого уровня неравенства и относительно высокого уровня бедности создает серьезные риски для страны. И вот если мы посмотрим на российскую ситуацию, то мы имеем такую картину не очень хорошую. Она состоит в том, что треть населения имеет семейный доход ниже 20 тысяч рублей на человека. Мы ориентируемся на эти данные. Некоторые данные говорят про другое, учитывая неформальный рынок труда. Но, тем не менее, мы можем утверждать, что, и не случайно, еще раз повторяю, есть такая цель, даже не в каком-то конкретном национальном проекте, это цель так называемого высокого уровня. Вот там же, где есть цель технологического прогресса, повышения доходов населения, там есть цель преодоления бедности. И почему для России это особенно болезненно? Дело в том, что у нас нет иммунитета к этой проблеме. Вот это, вот, обратите внимание, на этой картине это коэффициент джини. Это характеристика, не буду вдаваться в подробности расчета, это характеристика неравенства в стране. Разница в доходах между разными группами населения. И вот все почти линии мы видим в Европейском Союзе, на Среднем Востоке, в Азии, они примерно все идут параллельно, с 90-х годов до сегодняшнего дня. И только темно-синяя линия делает резкий подъем вверх между 90-м и 2000-м годом. Это линия России и Украины. В этом смысле, те страны, которые давно имеют дело с высоким уровнем неравенства, они нашли какие-то механизмы, в том числе и в образовании, работы с этим феноменом. Для нас этот феномен оказался в значительной степени незамеченным. И, собственно, дальше мы уже увидели, к чему это приводит с точки зрения образовательных результатов детей, и увидим дальше, как это сказывается и на высшем образовании. Ну, я уже говорил об огромном числе исследований, которые показывают, что рост социального неравенства снижает продолжительность жизни, увеличивает смертность и стресс, снижает экономический рост, усиливает политическую дестабилизацию и преступность. Поэтому, и что очень важно, неравенство препятствует как раз социальной мобильности. Посмотрите, какой график. Понятно, что это аппроксимация такая, но мы видим, что страны с высоким уровнем имущественного неравенства по оси иксов, они имеют существенно более высокую зависимость. Что такое по оси иксов? Это поколенческая эластичность в доходах. Грубо говоря, насколько доходы следующего поколения определяются доходами родителей. Очень просто. Так вот, мы видим, что чем больше имущественное неравенство, тем больше доходы следующего поколения определяются доходами родителей. То есть, получается, что там, где острее есть необходимость социальной мобильности, там она ниже. И мы видим, что в Северной Европе относительно низкое и то, и другое. Есть пример, значит, Канады, в которой высокий уровень неравенства относительно, но относительно высокий уровень социальной мобильности в Канаде и в Австралии. Про Италию я уже говорил. Это такое... Италия, США, Великобритания здесь являются самыми плохими примерами. Как же образование способно влиять на социальную мобильность и снижать бедность? Ну, не буду на этом пункте долго останавливаться. Через очень простой механизм. Это зарплатная премия. То есть разница в доходах между человеком с высшим образованием и без высшего образования называется зарплатная премия. И если вы перешли в другой образовательную страту, то у вас изменятся доходы. Я сейчас покажу, что происходит в России. Есть данные о том, что образование продлевает жизнь, и, конечно, образование снижает нагрузку на социальные услуги. Есть феноменальные данные, если не ошибаюсь, из Новой Зеландии. Могу соврать в каких-то конкретных цифрах, которые показывают, что 80% социальных услуг, ну, правда, они включают милицию и тюрьмы, это то, что происходит с 20% наименее образованных людей в этой стране. Так вот, если посмотреть на зарплатную премию, то мы видим, какая любопытная ситуация, у нас сохраняется очень высокая зарплатная премия на высшее образование. Вот видите, она в 2015 году была 168%. В то время, когда зарплатная премия даже на среднее профессиональное образование всего 20%. А вот тут написано, что на начальное профессиональное образование, на программы подготовки рабочих, у нас порядка 20% зарплатная премия, это вот по этим источникам, по одному нашему исследованию, а по другим исследованиям она почти нулевая. То есть, человек, средние зарплаты, людей с НПО, грубо говоря, и со школой примерно одинаковые. Если верить этим данным, у нас нет оснований им не верить, то для России высшее образование может быть очень сильным фактором социальной мобильности. Но правда, у меня нет соответствующего слайда, потому что у нас нет очень надежных данных. Но предварительный анализ, в том числе с использованием мониторинга трудоустройства, который проводил Министерство высшего образования и науки, показывает, что очень сильно вот эта цифра зарплатной премии отличается по типу вузов. То есть, у нас есть вузы, в которых зарплатная премия переваливает за 200% по сравнению со средним, а есть вузы, в которых зарплатная премия ниже СПО. И здесь мы подходим к феномену, который называется максимально поддерживаемое неравенство. Когда у вас появляется, когда у вас уровень образования становится почти общедоступным, как наше высшее образование, по идее, у нас в принципе оно очень доступное, то внутри него начинает происходить дифференциация. Ну, так вот, почему же внутри, вот смотрите, у нас универсальное бесплатное школьное образование, по конституции у нас бесплатное СПО. У нас по конкурсу, но очень доступное высшее образование. Вообще, по количеству людей с высшим и средним профессиональным образованием, по доле, Россия входит в первую четверку стран. Почему же образование остается неравным? Там есть очень простые вещи. Ну, одну историю мы с вами уже обсудили, это переходы. Если это вот вторая часть, которая изучена очень хорошо в литературе, если у вас происходит переход с универсального на селективный уровень, например, от школы к вузу, то формально там есть равные возможности, а на деле нет. Ну, поскольку надо уже двигаться к завершению, я хочу с вами пообсуждать эти вещи. Я лишь здесь замечу, это простая очень история. По нашим оценкам, затраты родителей на репетиторство для подготовки к экзамену, который, собственно, честный у нас очень, объективный и обеспечивает переход с одного уровня на другой, вот к этой заветной зарплатной премии. Затраты родителей на репетиторство сравнимы с теми зарплатами, которые, с теми расходами, которые в свое время тратились на, как бы сказать аккуратно, на работу с вузами, когда были вузовские экзамены. Речь идет о миллиардах рублей. И понятно, что их, как правило, используют семьи, у которых, их позволяет все семьи, у которых есть эти деньги. И несмотря на то, вот это, кстати, интересные данные, что репетиторство оказывает незначительное влияние на результаты, но просто дети, у которых были репетиторы, они более активны, они более уверены в себе. И поэтому при всей демократичности и честности единого государственного экзамена, его прозрачности, мы имеем дело не вполне с равными условиями в этой конкуренции. А если же, а вот если посмотреть на первый тезис, образованные богатые семьи находят возможности отделиться от слабых и поддержать своих детей. При внешней доступности возникает неравенство результатов. Такая внутренняя дифференциация. Понимаете, я, вот тут сидят родители, но кто из нас не позаботится о своем ребенке. И когда, я знаю, и у нас, и за рубежом кучу людей, которые очень болеют за равенство образовательных возможностей. Вот у меня есть друг, коллега в Америке, один из крупнейших таких демократических эдюкейтерс, как это называется. Ну, у него ребенок, тем не менее, пошел в частную школу, потому что, как он мне сказал, ну, понимаешь, государственная очень плохая. И это значит, что фактически внутри системы образования за счет давления родителей возникают разные уровни образования. К сожалению, у нас есть основания считать, что это происходит и в нашей системе образования. А дальше что происходит? Кроме того, внутри самих школ возникают условия, при которых дети и в школ, и в вузах, это очень важно для нашей дальнейшей дискуссии, возникают условия, при которых дети из менее образованных семей чувствуют себя, ну, что называется, не в своей тарелке. Пьер Бурдьо, вот есть такая замечательная книжка воспроизводства, он доказывает, что, ну, у него такая гипотеза, что само содержание школьного и высшего образования таково, что оно ставит детей из менее образованных семей в двуязвимую позицию. Фактически, ну, вот он так жестко говорит, педагогическое воздействие навязывает культурный произвол. Он ввел понятие культурного капитала. Вот если я прихожу, вот представьте себе, современный ребенок из семьи, что называется, up and middle class, да, высший и средний класс, и ребенок из сельской бедной семьи. Насколько у них разный культурный опыт? У нас в очень многие вузы, высокоселективные, есть экзамен по английскому языку, например. Доказано, что экзамены по, опять же, не только в нашей практике, что экзамены по иностранному языку в значительной степени, их успешность, зависит не от того, кто ребенка учит в школе, а от того, занимается ли этот ребенок дополнительно с репетитором, имеет ли он опыт поездок за рубеж и так далее. То есть, эта теория Бурдье доказала свою действенность, а мы ее в целом пока совершенно игнорируем. Поэтому сегодня вот в мире обсуждается такая картинка, она, у меня нет к ней однозначного отношения, она никак, как и у вас. Вот с одной стороны, вот где написано «equality», это равноправие. У всех равные права. Всем дали одинаковые скамеечки посмотреть, но только один из них вообще ее не может этим воспользоваться. Другой подход – это выравнивание или подлинное равенство, когда мы поддерживаем тех, кто имеет изначально менее сильные стартовые позиции. Ну а теперь, вот я как государственный, так сказать, человек и как гуманист, по идее, должен безусловно сказать «я за вторую картинку, за поддержку». А если мой ребенок, если здесь на всех не хватит мест, чтобы посмотреть, и мой ребенок не получит этой поддержки, а ребенок из семьи с меньшим образованием родителей получит, буду ли я считать это справедливым? У меня на этот вопрос нет однозначного ответа. И здесь, видимо, государства, которые беспокоятся о социальном благополучии, о собственной легитимности и исповедуют принципы социальной справедливости, вынуждены, видимо, иногда не считаться с интересами группы образованных и богатых родителей. Мы, к сожалению, видим, и это я сейчас покажу вот на этом слайде, что у нас растет дифференциация школ по социальному научно-обращению. Что это значит? Когда у меня было несколько лет, и когда заполнялись анкеты на каждого ребенка, я был поражен, узнав, что у меня только 10% детей из семей, где хотя бы один родитель имеет высшее образование. Один. А сейчас у нас есть школы, они появились уже в конце, вот в 2009 году мы их обнаружили, где более 85% матерей, это очень важный предиктор детского успеха, имеют высшее образование. Ну и есть, соответственно, школы, где 10, где по-прежнему 10% матерей имеют высшее образование. И, казалось бы, ничего тут нет несправедливо. Так люди живут, они ходят в эти школы. Я не говорю сейчас про селективные школы, которые несмотря на законы в образовании у нас продолжают успешно работать. Но в целом, посмотрите, что происходит дальше. В этих школах часто создаются фонды целевого капитала, фонды поддержки и так далее. И даже если эти школы имеют одинаковое бюджетное финансирование, что не всегда происходит. Эти школы имеют дополнительные ресурсы и социальные связи, и прямые родительские деньги для поддержки программ, например, внеурочных, внешкольного образования. И мы видим, к сожалению, что в школах с наименьшим индексом социального благополучия, это наше исследование, мы разработали индекс социального благополучия школы, там и хуже охват профильным и дополнительным образованием, и учителя работают с меньшей квалификацией. То есть, мы имеем дело с такими воронками социальной немобильности. То есть, ребенок из бедной и недостаточно образованной семьи приходит в школу с меньшими образовательными ресурсами. Это уж точно несправедливо. Ну, а дальше совершенно понятная история, что если у семьи, если семья обеспеченная, и у них есть высшее образование, это вот два крайних столбика, то только 20% детей из этих семей не посещают никакого дополнительного образования. А в семьях, где низкодоходных, и родители не имеют высшего образования, эта цифра более чем в два раза выше. Дополнительное образование, кстати, это известно, в мире тоже становится важнейшим фактором образовательного неравенства. И Россия, которая имеет, кстати, уникальную в мире государственную систему дополнительного образования, ну, мы теперь видим, кто ей пользуется в первую очередь. У меня как-то очень социалистически звучит весь дискурс такой, но мне кажется, что действительно это важная история с точки зрения социальной поддержки, не столько семей, сколько детей. Вот, ну, и я уже говорил, что рост доступности высшего образования ведет к внутренней дифференциации системы. Я не буду упоминать коллеги о том, вы все это знаете, что замечательная формула финансирования высших учебных заведений у нас зависит, например, от среднего балла ЕГЭ студентов данного вуза. Все это очень справедливо, но мы с вами увидели сейчас, что средний балл ЕГЭ коррелирует с имущественным часто положением или с образовательным капиталом семьи, из которой пришел ребенок. Таким образом, ребенок из бедной малообразованной семьи не очень с высокими баллами ЕГЭ приходит в вуз, их таких много, они начинают концентрироваться. Эти вузы получают меньше ресурсов на обучение, чем вузы, куда приходят дети более подготовленные из семей с высоким уровнем образования. И я говорил о том, что попасть из этих семей с высоким уровнем образования вероятность того, что дети попадут в высокоселективный вуз существенно выше. Поэтому вот когда мы видим, что в России здесь вот центральная и восточная Европа очень сильно растет охват высшим третичным образованием, включая высшее, то мы понимаем, что внутри должна начаться дифференциация. И в итоге, ну вот здесь данные не наши, наши я уже говорил, мы видим по целому ряду стран, что существует положительная корреляция между социальным классом семьи, значимая положительная корреляция поступления в селективные университеты и во Франции, и в Великобритании, и в Германии, и даже в Швеции. И в этом смысле еще раз хочу подчеркнуть, проблема это не только наша, но дальше я скажу, что все-таки наши партнеры в других странах ее пытаются решать, а мы пока просто не замечаем. Ну вот такая же история, поступление на пост бакалаврские программы даже в Норвегии, очень такой социал-демократической стране положительная корреляция с доходом семьи, и что очень тревожит, вот я слышал доклад коллег из Голландии, для них это было в начале 2000-х таким открытием, когда они обнаружили, что дети из наиболее обеспеченных семей поступают на программы, которые гарантируют более высокий доход. И это собственно и значит, что социальная мобильность отказывается под угрозой. Поэтому что с нашей точки зрения происходит в нашей системе высшего образования? Усиливается социальная и территориальная стратификация вузов и специальностей, растут расходы семей на репетиторов для сдачи ЕГЭ, а значит шансы обеспеченных семей на поступление. И наконец, вот последняя строчка, там правда опечатка есть, шансы студента из семьи с низкими доходами быть отчисленным из селективного вуза в три раза выше, чем из семьи с высоким уровнем образования и высокими доходами. Мы это обнаружили в двух селективных университетах в России. Думаем, что это общая ситуация. Мы были, честно говоря, обескуражены этим, потому что мы предполагали, что может быть разница, ну там на 10, на 20 процентов, но не в три раза. То есть, если ребенок начинает, ну поступил студент на первый и второй курс, начинает плохо учиться, но потом мы выяснили, значит, когда мы стали разбираться, что же происходит с детьми из благополучных семей. Они в вузе берут репетиторов. Это масса оказывается, честно, когда я учился, я такого не слышал, ну мы помогали друг другу, там старшекурсникам даже как-то бутылку ставили, но вот такого, чтобы брать репетиторов и платить им за то, что они сопровождают первокурсника и второкурсника, я такого не слышал. И мы вот это обнаружили, и это показывает, что даже после того, как ты прошел все эти развилки и поступил в высокоселективный университет, у тебя шансы не самые высокие. Кстати, очень интересно, англичане это обнаружили раньше, они таким детям дают специальную поддержку. Все равно находится место, где дети из семей с высоким социальным статусом получают дополнительную преференцию. это когда ищут место для практики, internship. Год назад была опубликована статья, где было показано, что дети, опять же, в высокоселективных английских вузах из семей с высоким социальным статусом находят лучшие места для стажировок. Понятно. Это совершенно понятно, мы в России это тоже наблюдаем. Понимаете, двигаемся к завершению, а собственно и переходим к вопросам политики в этой сфере на уровне системы университетом. А чем это нам грозит? Я очень часто слышу, когда мы этот вопрос обсуждаем, мы вообще были первыми, кто поставил вопрос о растущем социальном неравенстве. Кстати, меня многие спрашивали, почему вот такой либеральный вуз взял эту тему как важную? Очень просто, потому что бедность это не свобода. Это очень очень просто. Социальная мобильность освобождает общество, дает ему творческую энергию, а социальные тупики консервируют все в обществе. Но строго говоря вузам это вроде бы многие мне коллеги, ректоры говорят, ну и что? Ну вот так, мы работаем с теми, кто пришел. Но, как показывает целый ряд исследований все-таки зарубежных, у нас их пока мало, во-первых, система начинает стратифицироваться еще больше. Ну, понятно, богатство тянется к богатству, бедность концентрируется в массовых вузах и так далее. И в этом смысле цикл начинает работать, если угодно, на, я не буду пугать, на разрыв системы, но на очень серьезные ее качественные диспропорции. И, кроме того, если вы попадаете, если у вас формируется студенческий контингент, который фактически выбрал этот вуз как тупиковую траекторию, то у вас очень специфическое есть исследование, это очень специфическая непродуктивная академическая атмосфера. Что же делать? Ну, а теперь, может быть, я все-таки перед тем, как последние слайды пойдут, спрошу вас, ну, или вы, есть ли здесь вопросы какие-то, и, может быть, у вас есть какие-то идеи, что делать? Ну, хорошо, давайте мы, я очень заинтересован в ваших мнениях по этому поводу. Мы впервые обсуждаем эту проблему на уровне высшего образования. я немножко расскажу, что происходит. Ну, во-первых, прошу прощения, оказалось, что у меня этот слайд на английском языке, даже не знаю, почему он не успел я его перевести, все-таки надо отметить, что у нас есть очень интересные традиции. Я небольшой сторонник в целом советской системы высшего образования, она такая носила корпоративный, квазикорпоративный характер, фактически подготовки людей под рабочие места, но именно большевики экспериментировали с механизмами социальной мобильности. Сами вот квотные механизмы были изобретены британцами в Индии, когда они создавали первые учебные заведения, квотировали места для детей из нижних каст. Но именно большевики, коммунисты в первые постсоветские годы, в первые советские годы очень много экспериментировали в массовых, вот то, что называется, в массовой позитивной дискриминации. Когда дети из рабочих семей имели дополнительные права, когда дети из этнических групп имели дополнительные права. Есть замечательная книга, гарвардского, к сожалению, все-таки не нашего исследователя, называется «Империя положительной дискриминации», которая описывает, как советская власть создавала вузы в союзных республиках и квотировала места для этнических групп. Надо сказать, что до самого последнего времени советского сохранялись разного рода квоты и контроль коммунистической партии за социальным составом студентов. Но строго говоря, потом все это пропало и ничем новым мы это не заместили. Поэтому один из вариантов просто вернуться к прошлому опыту. Другой вариант это посмотреть на зарубежные варианты политик. Посмотрите, сколько их много. Это субсидирование оплаты, это адресные инструменты финансирования для уязвимых групп. Субсидирование оплаты, проживание, льготные кредиты и не финансовые инструменты. Я бы здесь особенно отметил программы академической адаптации и профессиональной образовательной навигации. Есть поразительное исследование американское о том, почему в разных штатах дети из бедных и необразованных семей по-разному используют одинаковые возможности финансовой помощи. В три раза отличается просто количество запросов. Ответ оказался очень простым. В тех штатах, где больше активнее используют эти вещи, там работает система дополнительного информирования и разъяснения. Там ты не просто должен по интернету заполнить форму и отправить, что нелегко, а там тебя находят, тебе предлагают. И вот как учительница помогла моему отцу, как учительница в рассказе Распутина помогла ему. Вот такой, как говорит лауреат Нобелевская премия экономист Роберт Тайлер наджин, подталкивание. Это надо понимать, что дети, молодые люди из этих семей имеют другой опыт и другие ожидания и поэтому нуждаются в особой поддержке. Я не буду останавливаться на кейсах государственной политики. Мы видим, что почти во всех странах ЕС есть инструменты грантовой поддержки студентов, адресной грантовой поддержки студентов, выделяемой по принципу социально-экономической депривации. Есть во многих странах стимулируются университеты. Например, во многих странах есть коэффициент дополнительный к подушевому финансированию. Представьте себе, что если к вам приходит, например, сейчас, я понимаю, что это все можно фальсифицировать и так далее, но в массовом масштабе вряд ли это можно совсем испортить, такие механизмы, например, как какой-то небольшой коэффициент для детей из сельской местности, что происходит в целом ряде стран, например, в Канаде. Там университет получает дополнительные деньги, если ты взял ребенка из аборигенов либо из какого-то дальнего северного городка. И в целом ряде стран сейчас происходит оценка УЗов с учетом их социальной инклюзивности. И, кстати, интересно, что оба рейтинга, два из трех международных рейтингов, которые мы учитываем, и Times High Education и QS сейчас учитывают. У них есть специальные подрейтинги по социальной инклюзивности. Поэтому университеты на это отвечают. Они меняют структуру управления. Во многих университетах создаются специальные офисы по поддержке таких детей. Университеты объединяются и здесь пример из Британии, есть пример из Германии, когда они вырабатывают специальные программы для таких рисковых групп населения и программ педагогической и социальной поддержки. Главное, что сейчас в последние годы становится понятным, что ключевым ресурсом человека для того, чтобы он не бросил университет, для того, чтобы он выбрал более смелую траекторию, является то, что в прошлой лекции, в прошлогодней лекции на острове я называл активной самостоятельностью или агентностью, как говорят социологи. Речь идет о притязаниях. притязания основополагающий фактор, определяющий дальнейшее жизненное благополучие подростков и молодых людей. Недостаточность притязаний, как сегодня становится понятным, это основное препятствие. И поэтому, а как мы можем формировать более высокие притязания даже для тех молодых людей, да, с низким баллом ЕГЭ, которые к нам пришли? Мы не умеем этого делать и не очень этим пока занимаемся. Ну, вот тут есть ссылки на наши книги. Вы знаете, я для меня еще раз хочу повторить, эта история вся персонально довольно важна и не только потому, что я начал с отца, так уж случилось, что вот в этой школе, где я работал, там действительно было очень много детей из семей, которые не планировали учиться дальше. И одна история мне очень сильно запомнилась. Был мальчик, который как раз, у него мама была коронавщица, папы почему-то, ну, где-то папы не было. И мальчик, значит, когда он шел в девятый класс, то все ему советовали, чтобы он не шел в десятый, когда он шел в десятый класс, то все ему советовали, чтобы он не шел в десятый класс. И учительница английского языка, она была у меня завучем, она говорила, Толик никогда не выучит английский язык. Никогда. И, значит, и все кивали головой. Зачем мы будем мальчику портить жизнь? Он никогда не выучит английский язык. Но так уж случилось, что Толик начал, значит, у него слезы на глазах появились, а у меня, как у директора школы, было пять квот в десятый класс для блатных. Ну, там, понятно, что санэпидстанция, пожарники, такие, все люди, которые могли бы о своих детях позаботиться. И я вот одну из этих квот сказал, ну, давайте возьмем Толика. Это девяностые, лихие, сейчас можно честно об этом говорить. И вот взяли Толика, и честно говоря, он так и не выучил английский язык. Но он закончил школу, поступил в университет, потом из университета так уж случилось, а в университете в этом объявили конкурс на поездку в Австралию. И для этого надо было сдать экзамен по английскому языку. И вот чудо, Толик выучил английский язык. И теперь очень успешен, знает английский язык, работает частично и в России, и за рубежом. И вот он мне написал несколько лет назад, если бы у меня тогда не поверили, то жизнь сложилась бы иначе, может быть проще, но вряд ли столь же интересно. Вот когда мы говорим, я несколько раз в докладе говорил о том, что это социально важно, это политически важно. Но еще раз хочу вернуться к самому началу. Это важно и потому, что за каждой такой историей стоит совершенно конкретный человек, который мог бы реализовать себя, но система, в которую он попадает, не вполне ему в этом помогает. Я так мягко об этом говорю. И теперь с удовольствием давайте мы обменяемся мнениями, что с этим совсем можно делать в высших учебных заведениях. Есть ли у вас вопросы? Пожалуйста. Большое спасибо за доклад. Город Омс, Комский технический университет, Василий. Вопрос не про 9-й и 10-й класс переход, а поступление в университеты. Не проводили ли вы исследования среди родителей, которые не имеют высшего образования, о ценности высшего образования в их системе ценностей? Потому что первая фраза, которая была сказана, не сидеть на шее, не медаль, а идти, это может быть не говорить не о том, что нет денег, а о том, что ценность высшего образования незначительно у родителей, не имеющих его. И это может нивелировать те попытки, например, о целевой финансировании, либо каком-то квотировании. Спасибо. Абсолютно точно. Это обнаружили и англичане, и американцы. Вот когда лейбористы пришли к власти после Тэтчер, у них было дикое совершенно неравенство. Блеер выделил какое-то несметное число, правительство Блеера выделило несметное число стипендий, оказалось, что семьи не хотят ими пользоваться. Ну, просто, как сказал, кстати, в интервью в одном из вот этих, в этом сибирском городке, с которого начинал один молодой человек, ну, мне папка сказал, где родился, там и пригодился. Поэтому вопрос о притязаниях, вы правы совершенно, это вопрос о притязаниях семей. Но сегодня, но мне кажется и опять же практика мировая показывает, что легче работать с самими молодыми людьми, чем с семьями. Хотя, вы правы, еще раз, это очень важно, что вы это заметили, сами ожидания семей, вот они такие, и мы знаем кучу историй из интервью, когда говорят, да подождешь ты с этим высшим образованием, пока надо профессию в руки и так далее. Ну, да, Исаак Давидович, большое спасибо за доклад. У меня есть вопрос, вы на лекции, которые читали в прошлом году на острове, сказали, что у нас плохие институты и что они по нашей жизни не изменятся. Поэтому давайте учить, исходя из этой логики, сейчас у нас федеральная программа «Успех каждого ребенка», где эти институты пытаются трансформировать, открывать мобильные, открывать кванториумы, мобильные кванториумы, открывать по и вузах, дом научный, коллаборация, кто в вузах, с детьми занимались. Насколько вы в эту историю верите? Потому что действительно, мне кажется, что дети, которые не поступают в вуз из малообеспеченных семей, их, наверное, это не особо беспокоит. Они к этому привыкли. А если в детстве у них проявляется интерес, там проявляется резолентность, и они начинают сопротивляться этой системе, и они поступят без квотных в вуз. Согласен. Значит, хороший вопрос. Действительно, я говорил в прошлом году, что при нашей жизни институты не улучшатся, я по-прежнему так считаю, но с ними можно что-нибудь делать. Кстати, этот проект, это, как бы мне мягче сказать, я знаю, что у нас эта запись будет и в Ютубе. Меня очень беспокоит, опять же, вот смотрите, вот приезжает мобильный кванториум или просто кванториум. Какой родитель туда первый пошлет ребенка? Мы понимаем. И в этом смысле, мне кажется, смотрите, без, здесь очень важная история. Образовательные возможности надо создавать равные. Но есть значительная группа детей, молодежи, которые нуждаются в том, в каком-то толчке, чтобы этими возможностями воспользоваться. Воспользоваться. Поэтому мы, кстати, сейчас с Министерством просвещения ведем разговор о том, что внутри, вот буквально того проекта, про который вы сказали, все-таки разработать специальную подпрограмму, которая бы ориентировалась на усиление притязаний интереса высоких ожиданий детей, в том числе в тех местах, где мы от них этого не ожидаем. Пожалуйста, да. Степанова Елена Ярославль. Исаак Давидович, я бы хотела очень коротко два кейса, вот как раз в продолжении того, о чем вы говорите. Ведь для того, чтобы прийти, нужно по меньшей мере знать и понимать, где это живет. У нас летом начал реализовываться проект Артек Ярославии, и в моем понимании это одна из тех возможных форм, которые... Как называется еще раз? Артек Ярославии, которая, будучи достаточно недорогой, но дает возможность тем детям, с которыми никогда никто не занимался, потому что всего разного рода причин туда попадают дети именно из семей социально незащищенных, получить то, чего они, опять же, не видели. То есть, ну вы представили, что такое формат артековского вожатства, насыщенный, кроме того, еще образовательными модулями, которые дали Ярославский вуз. И если вот такая, такой формат войдет в систему, я думаю, что он вполне себе решает задачи территории. Для артековцев он весьма прост, и наш с вами общий знакомый Алексей в свое время поддержал эту идею, но, так сказать, потом уже ее реализации не увидел. Посмотрим, я думаю, что и мы будем готовы именно как в качестве кейса это представить, и посмотреть результаты. Второй момент, если говорить о вузовской истории, ну скажу честно, ситуация неоднозначна именно для руководителя, потому что, с одной стороны, мы все стоим, так сказать, под гильотиной результаты ЕГЭ, мониторинг, и же с ними, а с другой стороны, на примере своего у нас технический университет, мы видим, что зачастую как раз головастые ребятишки это далеко не самые лучшие ребятишки по входу. В какой момент времени раскрывается студент, у каждого это происходит по-своему. И второй кейс, мы поняли, что для того, чтобы все-таки выровнять шанс на то, чтобы у нас ребенок не провалился, так сказать, который зашел с недостаточно хорошими результатами ЕГЭ по базовым дисциплинам, мы делаем два месяца интенсива, физика, химия, математика, чтобы дать возможность ему не вылететь после первого курса и все-таки войти уже в нормальный цикл. Ну, тоже как частный вариант, но вполне возможно. Однозначного решения у меня, например, нет. Я не считаю, что идеальная ситуация, хотя в гипотезе она желаемая, что ЕГЭ должен быть максимальным, но с другой стороны, конечно, и возможно, это какой-то, не знаю, дифференцирующий все-таки механизм должен быть, чтобы вузы по-разному в этом смысле как-то градуировались. Социальную функцию университета в том понимании, о котором вы говорите, никто не отменял. И одна из задач университетов это трансляция культурных норм и ценностей. Ну, большое спасибо. Вот все-таки про второй кейс я хотел бы отреагировать. Ее, конечно, но особенно отнестись к последнему замечанию. Как я уже сказал, к сожалению, вот когда мы говорим социальную функцию университетов никто не отменял, то вот в этом понимании мы очень редко обсуждаем социальную функцию. Мы еще раз повторюсь и обсуждаем вот какие-нибудь мероприятия хорошие провести или инкубатор создать. Это все важно. Но вот поддержка действительно социальной мобильности как ответственность вуза этого нет в наших генах, потому что они грубо говоря за нас это все делалось, это все контролировалось и так далее. Мы как субъект, вузы как субъекты российские и советские этим не особо парились, потому что были квоты и так далее. И в этом смысле нам самим действительно нужно как-то здесь самопределиться. Что касается вот этих адаптивных курсов, то наш анализ показывает, что больше и больше вузы их начинают делать и они работают. Вот мы говорили даже вот Томский университет, казалось бы, у них растет каждый год балл ЕГЭ, они сделали такой адаптивный курс Эдуард Владимирович, он как раз сейчас в другом месте читает лекцию, они добились существенного снижения отсева. Мне кажется, что это очень важная история. Спасибо. Еще коллеги, да. Исаак Давидович, скажите, пожалуйста, относительно университетов, что будет, если продолжить игнорировать эту ситуацию? Что будет в развитии? Ну, понимаете, коллеги, мне бы не хотелось, чтобы то, что я сегодня говорил, звучало очень алармистки, потому что все же ситуация с образовательным неравенством, она у нас менее драматична, чем во многих странах, но поэтому я не вижу никаких мегапроблем, ну, там, в горизонте пяти, десяти лет. но если, и тут я бы очень хотел, чтобы мы, наконец, вместе, может быть, с министерством разобрались все-таки с премией на образование, потому что если мы увидим, что, грубо говоря, в системе высшего образования формируется большое число вузов, в которых премия на образование фактически нулевая, а такое может случиться, потому что приходят дети слабо подготовленные, мы не особо паримся, по поводу их перспектив, они, знаете, там же еще история такая, семейные притязания, они же и потом работают, потому что вот у моего коллеги-социолога, он заканчивал физфак МГУ по первой специальности, там были подготовительные деления, и, во-первых, из тех, кто поступил на подготовительное деление после армии, закончил только один, и тот потом пошел в пожарную охрану работать, а не в аспирантуру, поэтому, грубо говоря, если мы обнаружим, что у нас растет число вузов, в которых очень низкая зарплатная премия, это будет плохая история, вот тогда, я думаю, что все заботятся, и там будет два решения, одно очень опасное, и которое мы слышим часто, а давайте-ка сократим высшее образование, ну то есть пойдем против всего, что происходит в мире, потому что, ну вот вузы у нас такие не очень они с этим справляются, второе решение может быть, а давайте поможем этим вузам и разработать специальные программы, и может быть создать какие-то специальные условия для этих молодых людей, ну посмотрим, я думаю, что на ближайшем среднесрочном горизонте эта проблема остро не встанет, хотя я могу ошибаться, из нашего селективного вуза картинка кажется веселее, да. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, Исак Давыдович, большое спасибо за лекцию тоже, и за возможность задать вопросы в конце, буквально коллега тоже с языка снял вопрос по прогнозу, и поэтому с одной стороны снял, с другой стороны дал возможность мне задать другой вопрос, потому что речь шла в основном о высшем образовании, в то же самое время и мы говорим и о школе, да, то, что оттуда все идет, как вы считаете, может быть, тогда все-таки стоит что-то предпринимать на этапе школьного образования, потому что начали появляться у нас школы, где явно находятся дети точно с неравными остальными условиями, скажем так, изначально. Это первый вопрос, и чтобы просто уже потом коллегам к микрофону передать, остальным относительно тех действий, которые можно было бы предпринимать в высшем образовании, например, два тезиса, если сможете прокомментировать или согласиться, там, я буду тоже очень признателен. Первый, очень простой, это студентам включать в программу обязательно экономическое воспитание. Финансовая грамотность, мне кажется, как-то очень механистически звучит, именно воспитание, пожалуй, потому что дети из простых семей, когда попадают на студенческую скамью, получают диплом с высшим образованием, они потом возвращаются в свою родную семью и так и не понимают до конца, что же все-таки должно было произойти, чтобы потом, впоследствии, они смогли обеспечить своих детей, собственно говоря, поэтому воспитание здесь необходимо. Первый момент, именно про экономические я говорю. Второй тезис, мы очень много в последнее время говорим о компетенциях и упускаем, подразумевая под ними способности, в первую очередь профессиональные, упуская, на мой взгляд, я думаю, на взгляд многих коллег, просто не буду обобщать, говорю за себя, упуская момент такой, что образование все-таки должно было включать в себя сбалансировано и обучение, и воспитание. Вот это второй тезис, чтобы воспитание просто заняло свою тоже такую же равную позицию, как это было в советской школе, о которой вы здесь тоже очень хорошо высказались. Спасибо большое. Ну, у меня к воспитанию в советской школе там неоднозначное отношение, но там была масса очень интересного, но в целом это была такая не самая продуктивная история. Хотя, кстати, вот когда вы говорите про если вы говорите про развитие социальных компетенций и называете это воспитанием, то, конечно, я это сто процентов поддерживаю, это, но это и ваше первое предложение, да, предпринимательская подготовка, всевозможные проекты, в том числе и социальные, это важнейшая история, которая, в принципе, перспективна, но мы не очень ей умеем заниматься и главное мы не смотрим как раз там на развитие вот этих общих социальных навыков, которые дети из хорошими баллами ЕГЭ, из хороших школ, из образованных семей имеют, а остальные нет, поэтому мне очень нравятся эти предложения, но очень опасно их как бы как бы это сказать, короче, сложные задачки просто не решаются, если бы мы знали какую-нибудь такую серебряную пулю, то все-таки выстрелили бы, давно и организовали бы такие курсы, но при этом хочу подчеркнуть, что действительно там, скажем, тот же комсомол, он был инструментом социальной мобильности, безусловно, и в этом смысле, например, те же американцы, они показывают, что значительное количество студенческих клубов, всевозможных добровольных ассоциаций, очень позитивно сказывается на сохранении детей, как раз из нижнего доходного или образовательного, из нижних доходных или образовательных групп в университете, поэтому, если мы это называем воспитанием, я стопроцентно считаю, что это надо восстанавливать, просто, чтобы у нас не называлось воспитанием вывод масс студентов на какие-нибудь общественные мероприятия, с цветами и звоночками, как это бывает. А вопрос был, вот я отреагировал на ваши комментарии, по поводу школ, по поводу школ, смотрите, вот тут точно, нам кажется, что надо действовать более энергично, мы до сих пор, еще в 2008 году было объявлено, что у нас все старшеклассники будут проходить программы профильного обучения. Что в итоге происходит? У нас примерно, примерно, у нас нет точных данных, 50% школ имеют программы профильного обучения, углубленного и так далее. И мы можем с высокой степенью вероятности предположить, что это как раз те школы, где дети, родители, которые о них позаботились. В этом смысле мне кажется, что вузы могли бы играть очень большую роль. И, например, то, что делает сейчас вышка и МИФИ, создавая прямо внутри себя лицеи, это очень позитивная история. Единственное, что не надо английский язык брать в качестве вступительного экзамена в такие школы. А так это работает очень хорошо. Ну, представьте, давайте представим себе, что у нас 500 вузов, в каждом вузе будет по лицею даже по тысяче детей. это сколько? Полмиллиона. Полмиллиона. Это четверть двух когорт 10-го и 11-го класса. Это очень большая цифра, которая может существенно расширить возможности. Пожалуйста. Исаак Давидович, я бы хотел поблагодарить вас, что здесь на уст. Время экономить без благодарности. Значит, вопрос у меня в следующем. Вы сказали, что существующая система распределения ресурсов, в частности, КЦП, контрольные цифры приема, на основе, привязанная к среднему баллу ЕГЭ, она приводит к тому, что дети из бедных семей получают менее качественное образование. Скажите, какие системные выходы, изменения ситуации в образовании в нашей стране вы видите, чтобы эту ситуацию исправить или переломить? Еще раз должен сказать, что, ну, во-первых, я говорил не о КЦП, о распределении норматива, потому что нормативе, как я понимаю, учитываются качественные характеристики. И, честно говоря, коллеги, я очень считаю позитивным то, что министерству удалось в свое время сделать относительно понятную и прозрачную систему. как, и у меня нет ответа на ваш вопрос, вот я бы так жестко сказал, потому что ломать эту систему, чтобы сделать ее более такой социально ориентированной, было бы крайне опасно. Вводить адресную поддержку, это другая история. как это делать в наших условиях федерального центра, когда у всех есть желание, знаете, когда создавались классы коррекции, и в них, в школах, и в них давали дополнительные деньги, то у нас число детей, которые требуют коррекции, увеличилось в три раза. Здесь есть большие проблемы. Я думаю, что у нас нет пока готового ответа на этот вопрос. Последний вопрос, чтобы последний день мы могли отдохнуть. Александр Давидович, добрый вечер. У вас на одном из первых слайдов вы показывали и подкрепляли статистикой, говорили о том, что СПО со своей миссией, как ее многие видят, вот эта вот ступенька, если ребенок не пошел сразу в высшее учебное заведение, оно не справляется. На ваш взгляд, в связи с тем, что оно с этим не справляется, нужно ли систему СПО как-то сейчас кардинально трансформировать, если нужно, то какова ваша личная позиция, как это нужно делать? Спасибо. Ну, у меня здесь нет личной позиции, я не являюсь специалистом по СПО, но верю своим коллегам, вот Федор Дударев у нас есть директор центра СПО, значит, считает следующим образом, во-первых, бывают разные программы, СПО, и действительно есть, потому что, когда мы говорим о средних цифрах, они очень средние, в СПО огромный разброс, но мы считаем, что примерно 70% организации СПО дают очень низкий, они низкоэффективны, они реально, и, кстати, наше интервью показывают, они себя рассматривают, как камеры хранения для этих детей, они признают, когда мы им говорим, ну, что же такое, у вас оборудование 50-х годов, они говорят, зато они по улице не шастают, в этом есть резон, но понятно, ну, они не шастают, а потом они все равно выйдут на улицу, или будут получать 4 тысячи рублей или 7, поэтому, и, кстати, такая история стала происходить во многих странах, включая даже благополучные, типа Финляндия или Норвегия, что они сделали, я не утверждаю, что это правильный путь, они фактически ребрендировали систему профессионального образования, вот у нас меня так даже иногда забавляет, когда я вижу российские университеты, очень сильные исследовательские университеты, они говорят, у нас партнер University of Applied Science из такого-то немецкого городка, University of Applied Science еще 6 лет назад был в Hochschule, ну, то есть ПТУ, ну, или техникум, а сегодня он в университете, ну, только Applied Science, но и там очень короткие программы, ну, трехлетние, если не ошибаюсь, то есть они фактически сказали, это тоже университет, только других наук, и это занятным образом, это связано с ожиданиями, понимаете, и с притязаниями, потому что притязание не только, куда ты пойдешь, но и на какое рабочее место пойдешь, если директор завода, который хочет за полушку, как у нас часто говорят директора, вы нас не обеспечиваете кадрами, а сколько вы готовы платить? 4,5 тысячи рублей, так вот, если директор завода, который хочет за полушку получить себе, значит, работников, то когда человек к нему приходит из ПТУ, он может согласиться, а если это будет уже University of Applied Science, он скажет, директор завода обнаружит, что никто не приходит к нему работать за эту полушку, ему придется поднимать зарплату, и поэтому это один из возможных вариантов, это создание вот того, что мы называем прикладной бакалавриат. Другой вариант, это, конечно, радикальное повышение эффективности этих учреждений, нет никакого смысла держать там бедных детей 3 года, ну или 2,5 года, когда, собственно, эту профессиональную подготовку можно быстро очень получить. Но там, кстати, есть одна мега-проблема, которая, вот меня спрашивали про перспективы, вот эта проблема может взорваться. Когда мы говорим, у нас чуть ли не половина детей сейчас, не чуть, и мы не говорим, а мы это знаем, у нас уже половина девятиклассников идет в колледжи, и мы знаем, что не профподготовка, а базовое общее образование является лучшим предиктором успеха в карьере и так далее, общее образование. Так вот, никто у нас не знает, каково качество, какое качество общего образования в наших колледжах. ЕГЭ у них нет, мы не призываем немедленно вводить у них ЕГЭ, но обратите внимание, половина старшеклассников, по сути дела, у нас не проходит системы оценки результатов общего образования. То есть, мы говорим, что у нас все дети получают это общее образование, но при этом про качество половины из них мы даже не догадываемся. Ну, точнее, догадываемся, но лучше про это не думать. Тимирхан, вам последний, а вот тогда два вопроса, коротких, я коротко отвечу. Зачем тогда мы видим столько рекламы среднего профессионального образования? У нас WorldSkills рекламируется изо всех сил, очень много публикаций, идите в колледж, вы будете получать зарплату не меньше, чем после вуза, и так далее, и так далее. В чем интерес системы, интерес государства к рекламе среднего образования профессионального тогда? Ну, потому что у нас есть предположения, во-первых, я очень хорошо отношусь к WorldSkills, и думаю, что WorldSkills, который задает стандарты внешние, это очень полезная история для нашего СПО, очень полезная, потому что если бы они все достигали этих стандартов, то тогда, может быть, и не надо было бы решать тут какие-то проблемы. Я просто не думаю, что в нынешней ситуации они их так легко достигнут. Зачем эта реклама? Думаю, вот от этих разговоров, что на некоторых предприятиях нужны работники числом поболее, ценой подешевле. они прекрасно понимают, что люди с высшим образованием не пойдут за эти копейки работать, даже на рабочие специальности. Но это, мне кажется, что здесь есть бомба замедленного действия. Пожалуйста, вот здесь был вопрос. По поводу оценки СПО, они попадают в выборку ПИЗа, по-моему, некоторое количество. Они там показывают результаты на уровне бразильских школ. Сан-Пау, к сожалению. Тезис такой, что у нас ведь не только ученик является актором, не только родители являются актором, у нас актором еще в системе образования являются и региональные муниципальные органы власти. И, собственно, когда мы говорим о тех положительных, положительной дискриминации, которая могла бы быть, но при этом кто принимает решение относительно того, пойдет ребенок в 10 класс или в 11 класс или нет, и с чем это связано. То есть с результатами ЕГЭ, которые эта школа должна в итоге показать через два года после того, как этот когорт выйдет из общеобразовательной организации. То есть, скорее всего, вот здесь, наверное, основные точки воздействия, которые можно было применять, потому что стимулы неправильно распределены. То есть стимулы сейчас действуют неправильным образом, и в конечном итоге мы будем только симптомы их решать и вот этой положительной дискриминации, но не будем действовать на причину. Совершенно согласен. Кстати, в Москве, в городе Москве, в их рейтинг школ недавно вошел индикатор, который показывает, сколько из твоей школы перешло в 10 класс в другие. И он с отрицательным знаком. То есть, чем больше ты детей выпер в другие школы после 10 класса, там не про колледжа говорится, тем у тебя снижается рейтинг. То есть, если ты взял, учи, не отбраковывай. И вы правы, что вот тут просто руководство Московской системы образования, они подумали, как должны работать стимулы. Я, коллеги, завершая, хочу еще раз, во-первых, поблагодарить вас за очень интересные вопросы, мы с ними будем работать. Во-вторых, сказать, что, конечно, здесь нужно продолжение исследований про то, как можно эту ситуацию улучшать. И, в-третьих, еще раз хочу подчеркнуть, ситуация не такая драматичная. У нас уровень, ну, грубо говоря, я показал, что по сравнению с другими странами мы не очень далеко пока зашли. Но в то время, когда у них мы видим уже очень ясные политики в этой сфере, у нас эта тема, она не запретная, никто не запрещает ее обсуждать, и глава государства несколько раз буквально в его статье, в статье Путина 2012 года говорится, ребенок не должен быть заложником социального статуса своей семьи. То есть, это история серьезная, политическая, но вот в практике нашей мы ей уделяем мало внимания, я рад, что может быть после этого нашего разговора ситуация будет потихонечку сдвигаться хотя бы в небольшом числе организации. Большое спасибо и хорошего последнего дня завтра всего.